Сейчас мы идем в расположение Выкни. Гильзы. Смотрите, американская гильза Норман. Это снайперская винтовка Винмак-300. Вот это каски, защищавшие героев Украины. Они им не по размеру были, не носили их. Из этого укрепрайона украинские войска вели обстрел города Иловайск и окрестностей Донецка. Вот еще видно неразорванные снаряды валяются. Это их 152 мм в диаметре. Вот такими зарядами они работали по всему чему ни попадя и куда угодно. Они вели огонь в безобразном направлении без какой-то цели. Дальнобойная артиллерия. Установки град. Танки. Все было размещено здесь, на этом поле. Ликвидация этих укреплений позволила прекратить обстрелы Иловайска и предотвратить гибель сотен мирных жителей. Ну сколько их предупреждали раз, а? Не надо трогать мирное население. А они нет, это террористы и все. Какие же террористы. Я сразу предупреждаю. Добро пожаловать в ад. Когда говорили за Иловайс, что Иловайс держит целый батальон, это было вранье. Там было 20 моих человек и чуть больше ста гибельных. Пописали, что там более трех тысяч ополченцев. Я не знаю, это героизм, не героизм. Я считаю, что просто люди воюют за свою родину, за свою землю, за свой дом. Мы к ним не шли. Они к нам приперлись. Как они сказали, защищать нас. 16 дней перемирия на востоке Украины. Но каждый день продолжают приходить сообщения о новых обстрелах Донецка и жертвах. Такое же перемирие когда-то было в Славянске. Нет, стрельба идет. С их стороны работают. И диверсанты по Донецку работают. Они просто стягивают войска. Причем очень интенсивно. Илона Боневич, позывной Боня. Командир роты ополчения. По образованию она кондитер. До войны жила в Донецке. На фронт пошла после того, как украинская армия разбомбила ее родной дом. У меня на доме нет крыши. Из 10 этажки у меня осталось 8 с половиной. Первое время было тоже тяжело. Ну как первое время? Первый месяц было тяжело. Ну второе, чего? Теперь под руководством Илоны сотни мужчин. Всеобщее уважение она заслужила еще под Славянском, когда получила ранение. Пуля рассекла ей лицо. Тогда ей вручили первый Георгиевский крест. Самую почетную награду Донецкой Народной Республики. После обороны Иловайска она получила второй орден. Их оба недавно вручали, потому что я от них бегала от крестов. Знаете, мне главное не награда, чтобы мои люди были целы. Я переживаю за каждого. Я знаю, где у меня каждый. Я знаю, какой он получает, если он на лечении, что и как. У меня первый принцип. Мы своих не оставляем. Ни двухсотых, ни трехсотых. Все на базе? На грамма машине. Делать колеса. Ничего не там забирали. Это не укропские. Д-100, Д-20 на пушке. Это то, что, кстати, запрещено в конвенции. А что это? Это осколочно-фугасные. Вот она их маркировка. Осколочно-фугасные. 125-е. И по всей видимости, это со сногой города Артемовска. Да. Да, Артемовские. Это танковые. Это они в мире осторожность оставят для нас. Чтобы мы на ней поработали. А это вот как оно все было, так они побросали и... Они просто не успели. Мы слишком быстро пришли. Это грады. Да, да, да. Это заряды на... Аналогично запрещенные. Ну, один заряд почти 100 килограмм весит. Обращаться с таким вооружением большинство добровольцев учились прямо во время сражений. От учредителей до инженеров, шахтеров. Все профессии, все. Без разницы. Даже в армии не служили. Да. Все. Ну, начнем с того, что, во-первых, действительно, мы дома. Очень много местных. Мы у себя. Мы знаем, где что и как. А они сюда, ну, как, знаете, как котят забросили. Добровольцы идут в ополчение со всей Украины. Многие приезжают на помощь из России. Живут в импровизированных казармах. В связи с тем, что люди идут, идут в ополчение, ну, расширяемся, расширяемся. Поэтому тут в кабинетах ребята сами как-то обустраиваются. Вот как они обустроились. Вот. Тут даже телевизор ребята поставили. Все на добровольных началах. Все сами, все, все своими руками. Каждый спит со своим оружием. Есть, как вам сказать, форсист, Макеев, Зуев, Зуев. Вот и все. А что это? Иронический детектив. Немножко отвесит от войны. Сергей Журилко живет в городе Харциск. До начала войны работал строителем. Теперь он командир роты. Все его знают по позывному «Борода». Не мы к ним пришли. Пришли на нашу землю, ко мне домой. Разрушают дома, убивают матерей, убивают женщин, убивают детей. Ну, я защищаю свою семью, я защищаю свой дом. Защищаю своих родителей, сестру, дочь, жену. Ну, мне кажется, каждый нормальный человек должен так поступить. Он защищает свою землю, свою территорию. В подчинении Сергея ополченцы города Харциска. Сейчас его повседневная работа – контроль за соблюдением перемирия. Каждый день он проверяет блокпосты. Двое досматривают, остальные прикрывают. Отойди! На дежурстве рядовой ополченец проводит почти сутки. Затем меняется. Что может случиться за время смены, не знает никто. Перемирия такового не существует. Они как против стреляли по нам, так и стреляют. Спасают удачу, я не знаю, что. Я россиянин, всю жизнь прожил в России. Насколько я знаю своих предков, они тоже прожили в России. Отбиваем врага от нашей границы. Чтобы возле моего дома не стояли танки. И вот этого всего кошмара не было там. Вот поэтому мы здесь. У меня брат здесь погиб. Родился я здесь. В Валовайске. В Тростово. Ну я родился здесь. У меня дед здесь погиб. Бабушка погиб. Родственники погиб. Брат погиб. Мать у меня здесь. Во время въезда в позиции Сергей, как только появляется возможность, заезжает к жене. Привет. Привет. Моя любимая, самая любимая моя жена. Люблю безумно. Переживается? Да, еще и кал. Не рыдай, у меня слезы сейчас потекут. Все, все. Ну? Так, не рыдай. Все. На телефоне. Давайте. Аккуратно. Пока. У служебной машины командира роты задняя передача не работает. Так что приходится толкать самому. Поехали. Пока. Несмотря на перемирие, обстрелы окрестностей Донецка продолжаются. Каждый день гибнут мирные жители. Мы стояли вот здесь все, разговаривали и гуляли. И тут первый взрыв. Вот здесь дверь вылетела. И воронка. Смотрим воронка. Все в ужасе. 50 лет в шахте проработал. Не убил. Это пострадал. Пожило все. Чтобы ему не добра, не счастья. Что ж он делает? Это не люди. Это звери. Пусть им такое сами сделают, как и с нами сделали. В этих домах нет ни электричества, ни воды. Еду готовят прямо у подъезда. А это зал. Как можно жить? Как можно жить? Зима на нас, товарищи, объясните. Вот спали. Тоже все побито. Двери повылетали. Снаряд попал в дом Людмилы Кучеренко средь бела дня. Ее муж погиб под осколками прямо в доме. Снесло. Все на наших глазах, руку оторвало. Все на наших глазах. Это все. Кому нужна была эта война? Кто объяснит? Никто. Все работали. Отработал 40 лет. Ушел на пенсию. И сюрприз получил. Теперь женика хочешь. Хоть в живом. Уложись и все. Брать, в принципе, уже нечего. Все разбито. Все равно страх. Бабушка-то у меня здесь. И я ее никуда не потяну. Давай, давай, давай. Руку так положи. Завтра будем переодеваться. Завтра будем, может, чуть-чуть покупаю тебя. Вот это все уберу, вымою. Она не соображает. Да. Она не понимает, что даже зятки у нее пойдут. Приношу кушать, она плачет. Ну давай, ты ешь там. Не надо, пожалуйста, не надо. СМЕХ СМЕХ По всем окрестностям регулярно находят неразорвавшиеся снаряды. По обочинам дорог стоит брошенная украинская техника. Позиции, недавно оставленные киевскими военными, теперь зачищают от минно-снарядов. Здесь сейчас лучше вообще по грунтовым дорогам есть заминированное все. Уходили, оставляли за собой неприятные сюрпризы. Это поле нейтральная территория. Здесь может произойти все, что угодно. Перед зачисткой стоит удостовериться в отсутствии противника. Так проверяем на движение. После чего смело можно двигаться вперед. Смотрим под ноги. Здесь можно обнаружить не только мины направленного действия, но и фрагмент туловища. Запах потом стоит неприятный. Вся техника стояла в капонирах. По-нашему, могильники вырылись себе. В общем, как-то так даже выехать не успели с гаражей своих. Здрасте. В хозяйстве пригодится, да, батя? Это вы не творили здесь. Ну а чё б? Нет, чё нельзя? Нужно. Зато землю нашу не вывозят, видишь, вагонами. И будем жить мы здесь, и нас никто не выгонит отсюда. Вот. Ну что, батя? Всё-таки... Выстоим. Деды наши отбивали, внуки сейчас защищают. Выстоим. А батя всегда придёт на помощь, правильно? Конечно, выстоим. 15 градов нас считали, когда они перемещались. Они сначала мелкими партиями, а потом 15 градов. И разместили, и сутки били по Иловазь. Они дождались подкрепления Самросельского района. Заняли позиции, начали молотить. В конце августа украинские подразделения, стоявшие здесь, в совхозе Тимирязевский, были окружены и уничтожены. Вот нашли гранату на полу. Дети её могут свободно пронести в дом, кинуть в печку там или ещё что-то. Это может выгореть, может взорваться, я не знаю. Но обычно в таких случаях мы вставляем свои запалы и обезвреживаем блиндажи. Ихние же блиндажи, которые они могли заминировать. И всё остальное. Вы сейчас отойдите на безопасное расстояние. Вот такие каски лучше не поднимать. Пусть люди, которые знают, как с этим бороться. Главное, что местное население не вскрыло. Так, байкомплект пустой. Чуть-чуть он не доехал до места расположения снаряда. Двигатель в полном порядке. Аккумуляторов нет. Ничего нет. Огрозное такое не представляет. Ну что, поедем? Андрей Резников, позывной Резак, родился и вырос под Донецком. В 90-е уехал в Россию на заработки. Как только началась война, вернулся на родину. Я проходил здесь, в этом, в Амросиевском районе, во всём. Проходил каждую посадочку, каждый лесок. С самого детства, 6 лет. Я работал водителем. Я получал зарплату. Но я работал в России. Почему я здесь не могу себя так чувствовать, у себя на земле? Почему стремятся продать, разбить, уничтожить? Всё, поделить. Иловайск. Именно этот город планомерно бомбили украинские грады. После длительных артобстрелов в начале августа батальоны Нацгвардии Донбасс и Азов вошли сюда. Три недели ополченцы сдерживали их атаки. Обои можно судить по отметинам. Так что можно себе представить, как тут рубились парни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда первая атака шла на меня 700 человек, у меня было в роте всего 107 человек. Всего лишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 назначили вознаграждение. 10 миллионов гривен. Шевер! Я. Здесь состав баталета. Быстро! Я не командирую. Я в Ташот. Да ладно. 4 часа утра был открыт огонь по нашей разведке. Это с нашей стороны перемирие. Потому что у нас есть приказ министра обороны главного командующего не стрелять. А как бомбили Петровку, как бомбили Шахтерск, как бомбили Ждановку, как бомбили Нижнюю Крымку, так и бомбят. До сих пор бомбят. До войны Гиви жил и работал в городе Харциск. О том, что станет военным, и не думал. Я спокойно жил, работал на канатном заводе в городе Харциске. Нормально зарабатывал деньги, но когда увидел, что происходит, я не выдержал, сорвал свои вещи и приехал славян завоевать. Я был против украинской власти всегда. И остаюсь таким же приверженником. Правая комната. Там стоит автомат. Выдай парню, ходите, работайте. Вам разведку, кстати, вашу. Эти матеря, которые хлопали в ладоши на Майдане в Киеве и кричали, давайте, дайте им там. А потом стоят сопли по телевизору, показывают. Верните моего мужа. Так нахи ты его отпускала? И говорит, мама, я инвалид, он у меня один единственный. Так зачем вы его сюда отпускали? Если вы думаете, что он поможет Америке, я могу вас разочаровать. Ну, то он не поможет ни в чем. Мы сильнее, умнее и с нами Бог. У меня сидит здесь пленный один. Дневник его лежит, который он вебел во время воинской службы. Это брест сумасшедшего. Я вам могу даже оставить почитать. Хотите? Хочу. Вот человек, дневник ведет. Он написывает здесь своих друзей, как они бухают, как они насиловали женщин. Все здесь написано. Как они приставали, как они уговаривали, как они плакали. А эти вот идиоты, они не понимают, зачем они все приходят. Потому что каждый пытается или на этом ложиться, или списать свои кредиты, или еще что-то в этом роде. Понимаете? Хозяин этого дневника был отпущен в рамках выполнения условий перемирия. Обмены военно-пленными происходят на нейтральной территории. В этих автобусах 73 украинца. На другой стороне 69 сторонников Донецкой Народной Республики. У меня есть полный список военно-пленных. Если мы зайдем просто во хобус, по фамилии сразу отметим, одни, вторы. Заехать не можем сегодня. Почему не можем? Технические проблемы. Заехать не можем. Стоять! Два человека сахперед! Остальные остаются сзади. Пойдем. После долгого ожидания начинается обмен. Первыми под конвоем привозят пленных ополченцев. Поздравляем! Готово! Готово! Сразу после обмена освобожденных ополченцев везут в распределительный пункт. Отсюда они разъезжаются по домам. Передать словами сейчас сразу то, что я чувствую, я как бы не могу, потому что у меня 4,5 месяца находился в заключении. 3,5 месяца я практически вообще ни с кем не общался, потому что находился в связи с БУ. А как вы в плен попали? Меня выкрали в Донецке 3 мая в 11 часов утра от Центрального Нюрмага. Чем занимались тогда? Я депутат Донецкой Народной Республики. Костя, это ты! Боже! Костя! Костя, Ужас! Это ужас! Доченька! Это папа, она, доченька. Ну, чего ты? Ну, зайчик. Просто папа похудел. Ну, все, все, я дома. Все. Все, все хорошо. Для каждого, кто воюет здесь, желание быть с родными, жить в мире и благополучии, главная цель. Цель, которая объединяет всех. Да, у меня тоже есть семья, у меня есть ребенок. Конечно, задумалась. Хочется, чтобы он пошел в школу, последний класс все-таки остался. Вы знаете, конечно, тяжело будет после войны отойти от всего этого. Я думаю, буду отстраивать назад дома, города, то, что порушили, разрушили. надо строить, продолжать жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова